Актуальная сейчас очень с вами тема будет у нас, а именно блокчейн-технологии и безопасность инвестиций в блокчейн. И мы поговорим вместе с Андреем Бачуриным, специалистом по безопасности распределенных реестров позиции в технологии. Привет, Андрей. Да, привет, Владимир. И Владиславом Кирьяновым, разработчиком смарт-контрактов проекта Royal Falls. Владислав, привет. Привет. Здорово. Привет. Так, ребят, давайте для начала дадим определение понятию блокчейн-технологии и инвестиций. Каким образом это связано для того, чтобы у нас было общее такое поле? Да, блокчейн наиболее простым языком это некий аналог такого торрента распределенного, в котором информация хранится децентрализованно. На нескольких устройствах сети, которые называются нодами. И связь блокчейна с инвестициями состоит в том, что блокчейн, на нем очень легко строить цифровую валюту, поскольку хранение токенов в децентрализованной системе повышает доверие к токену и позволяет делать любые транзакции и переводы прозрачными. Именно поэтому блокчейн и инвестиции, они вот здесь имеют такую прямую связь на самом деле. Прозрачными с точки зрения пользователя? С точки зрения пользователя, да, в первую очередь. Соответственно, более доверенными? Ты понимаешь, откуда тебе это пришло? Центральное звено, которое все это может контролировать и может являться точкой отказа. Все децентрализовано. Если один узел исключен, то остальные все узлы вытягивают сеть и информация все равно будет храниться, пока хотя бы один узел работает. Хотя бы один узел, через который прошла эта транзакция, будет работать? Да, а их много. Да, собственно говоря, все транзакции расходятся по всем нодам. То есть хранение происходит не фрагментарное, а везде одинаковая копия данных. Это основная фишка блокчейна. А вообще, насколько это анонимно? Пользователь, которого есть определенное количество криптовалюты, он может быть уверен в том, что его никто не знает? Или прям все знают, сколько у него хранится? Блокчейн является полностью открытым и прозрачным, но при этом он деанонимизирован за счет использования хэшей. То есть хэш-технология, хэш-функции – это вообще основа построения блокчейна. С помощью хэша создается секретный ключ пользователя, которому он подписывает транзакции. А на основе его секретного ключа создается открытый ключ и адрес пользователя в сети. Вот как раз этот адрес является аналогом банковской карты и аналогом персональных данных. Но никто не знает, кому этот адрес принадлежит. В последнее время появились уже так называемые ENS, это Ethereum Name System на блокчейне Ethereum. Это система, которая позволяет к 16-значному огромному адресу привязать какое-то понятное имя. Например, у владельцев криптобирж уже есть такие имена, и люди могут посмотреть действительно их транзакции в блокчейне, они знают, что они им принадлежат. Но если пользователь не хочет никакой публичности, он заводит себе, может завести тысячу адресов и с любого из них проводить транзакцию. Отследить это будет достаточно сложно. Влад, вот это же архитектурно огромная почва для мошенничества, для скама. Вот расскажи, что происходит в этой области, какие примеры есть мошенничества? Примеры мошенничества? Ну, на самом деле, да, люди придумывают каждый раз лазейки. Наверное, самая популярная атака в блокчейнах – это атака 51%, когда валидаторы сети, то есть майнеры, сговариваются, и получается у них преимущество по хешрейту – это вычислительная мощность сети, чтобы считать вот эти вот самые блоки, в которых транзакции находятся. И они просто сговариваются и, получается, могут как-то манипулировать вот этим вот процессом добавления транзакций в блок. Это вот самый такой распространенный случай. А вообще бывают же мошеннические биржи, мошеннические сборы денег, к примеру, фонд какой-то мошеннический. Бывает это в случае блокчейна и криптовалют? Да, конечно. Как правило, такие проекты собирают деньги на ранних стадиях, а потом либо уходят с ними, ну, либо уходят с ними. Иногда бывает такое, что происходит какая-то уязвимость в смарт-контракте биржи. О смарт-контрактах мы, наверное, попозже поговорим. И получается так, что злоумышленники просто берут, взламывают контракт, пользуются этой уязвимостью и тоже забирают все деньги в биржи с того или иного приложения, что тоже, собственно, является таким, наверное, скамом. А как вообще отличить, вот если ты инвестор, хочешь проинвестировать в какой-то проект, как понять, это мошенническое или нет? Есть ли вообще какие-то признаки для анализа? Да, их очень много. Первый такой, наверное, способ – это смотреть дорожную карту проекта. Это что-то вроде бы документации, в которой описано, как работает проект, что, какой функционал. Если эта штука есть, то это уже, конечно же, бонус. А второй такой случай – это разработчики, фаундеры проекта. Если это все открыто, если это все можно посмотреть, то это, конечно же, тоже большой плюс. Дальше, наверное, менее распространенный способ, но все же он является, наверное, одним из самых надежных – это смотреть смарт-контракт, программу вот этого вот проекта. Если вы хорошо разбираетесь в этом смарт-контрактах, вы, в принципе, можете анализировать код, смотреть, все ли хорошо там или есть какая-то уязвимость. Если видится какая-то уязвимость, то, скорее всего, это рано или поздно всплывет, и проект обанкротится. Но ты сейчас описал это так достаточно для экспертного сообщества, смотреть уязвимости в смарт-контрактах. Ну вот я, скажем, как обычный пользователь, который понимает, что есть блокчейн-технологии, который понимает, что есть криптовалюта, но ничего не понимает в том, как найти уязвимости. Мне будут ли какие-то понятные признаки того, что здесь, похоже, мошенничество и не стоит заниматься инвестициями? Ну, еще из таких, наверное, моментов я бы выделил токеномику проекта, какой общий суплай монет, как они распределены. Да, давай чуть-чуть, так сказать, более простым языком. Суплай монет, токеномика, так. Да, в общем... В общем, наверное, нужно посмотреть просто на то, из чего состоит монета проекта, какие у нее характеристики и как она, в принципе, как ее управляют. Не знаю, наверное, как-то так. Андрей, попробуй мне перевести, как определить. Экономика, да, это аналог экономики в мире блокчейна, поскольку финансовой единицей в блокчейне выступает токен. Вот, токеномика – это просто такая своеобразная экономика проекта, в которой указывается, как распределяются монеты на старте. То есть в криптопроектах есть аналог IPO, это ICO. Да. И токеномика, она рассказывает, как осуществляется начальное распределение монет, какой процент монет передается пользователям в свободное обращение, какой процент у фаундеров, у крупных инвесторов. И если у фаундеров и инвесторов очень большой процент на старте, то это может говорить о том, что они в какой-то момент смогут проманипулировать ценой токена или вывести все свои средства, когда он будет на пике, оставить всех инвесторов, простых инвесторов ни с чем. А публичная эта информация по токеномике? Да, как правило, это публичная информация. Есть вообще такой документ в серьезных криптопроектах, называется white paper, то есть белый лист. На самом деле он не белый, там описывается суть проекта, цели проекта, могут даже указываться математические формулы, по которым будут начисляться вознаграждения. И Влад упомянул такую вещь, смарт-контракт. Это действительно очень глубокий слой анализа, и люди, которые собираются просто вложить какие-то свои средства в тот или иной проект, они вряд ли будут смотреть смарт-контракт. Это уже для более глубокого анализа. И я знаю, что серьезные инвесторы просто в команду нанимают людей, которые смотрят смарт-контракт и сравнивают с документацией, чтобы все точно сходилось. Что такое веб 3.0 проекты, веб 3.0 проекты? Веб 3.0 это, по сути, следующее поколение интернета. У нас сначала был веб 1, где пользователи, ну вот на заре остановления интернета, пользователи могли, не знаю, какие-то читать статьи, журналы. У них, как правило, не было собственных аккаунтов. Употребление контента. Да, употребление контента. Веб 2.0 он уже позволил создавать контент, генерировать контент самим. А веб 3.0 это, по сути, некое объединение веб 1.0 и веб 2.0 только уже на децентрализованной площадке, чтобы эти потоки информации, они не скапливались в каких-то одних анклавах, которые могут быть… На каких-то конкретных серверах, чтобы их хранение было распределенным, и, как следствие, их нельзя было… Нельзя было отключить, нельзя было кого-то заблокировать по каким-то признакам и так далее. То есть это предполагает более свободный интернет в целом. А подразумевает ли это деанонимизацию? Деанонимизация заключается в том, что пользователь представлен только своим адресом в сети. Никаких персональных данных нет. То есть по адресу нельзя сопоставить его с FIO, с номером телефона, с пропиской. То есть ничего этого в блокчейне не хранится. Ясно. Влад, в чем отличие инвестиции, вот классические проекты от веб 3? Я на самом деле тут не эксперт, но знаю точно, что инвестиции в обычные проекты, они делятся на несколько этапов, на несколько способов теханализ, изучение графиков. Может быть, как-то Андрей меня сейчас поправит, конечно. Может быть, как-то смотреть на компанию, в которой там какие-то акции производятся. Ментальный анализ, технический анализ обычно, это по курсу акций, да. Да. Что касается веб 3 проекта, изучение вайтпепера, изучение текеномики, изучение смарт-контракта. Ну, наверное, я выделил три такие самые распространенные вещи при анализе. Вообще совсем другой подход. Да, подход отличается. И технический анализ, он еще более-менее похож на технический анализ классического фондового рынка, потому что, как правило, будущий инвестор, он смотрит графики, да, линия восходящего тренда, нисходящего тренда, и строит какие-то предположения относительно цены актива на основании прошлых данных. И здесь с инвестициями в криптопроект все очень похоже. Но вот фундаментальный анализ действительно отличается, и Влад выделил основные моменты. Здесь нужно по-другому совершенно смотреть. Здесь, если проект новый, то у него даже не будет большинства показателей для фундаментального анализа. То есть там может не быть рыночной капитализации на старте, каких-то, ну, не знаю, классических показателей. То есть здесь действительно нужно более технически подходить, потому что инвестиции в криптопроект – это уже по умолчанию инвестиции в более технологический сектор. И наверняка все знают, что даже при инвестициях в IT, в отличие от сырьевого рынка, фундаментальный анализ тоже сильно отличается. Но в случае с криптопроектом он отличается, ну, там, буквально 180% практически. Слушай, ну, ведь можно здорово прогореть, ну, та же самая инвестиция блокчейна, когда он стоил 60 долларов, не блокчейн, в биткоин, да, когда он стоил 60 тысяч, а потом он стал стоить 30 тысяч. Да. Это что такое? Это вообще рулетка непредсказуемая или все-таки можно каким-то образом спрогнозировать? Вот опять же, фундаментальный или технический анализ в случае обычного публичного рынка, он позволяет тебе, ну, плюс-минус предсказать дальнейшее поведение. Конечно, не всегда, во всяком случае, бывает, как мы видим, да. Но все-таки как будто бы инвестиции в блокчейн-технологии, они сильно менее предсказуемы. Это так? Да, я в какой-то степени соглашусь. Действительно, криптовалюты, они подвержены, наверное, большей волатильности. Вот. Но сейчас это происходит за счет того, что основные криптовалюты, как, например, биткоин, эфир, вторая по важности криптовалюта, они во многом привязаны к состоянию фондового рынка США. То есть к платежеспособности тех же, там, американцев, да, которые являются основным потребителем криптовалют. Вот. Но сейчас происходит… Штаты, не Китай? Штаты, не Китай? А в Китае, на самом деле, крипта официально запрещена. Вот. А в Штатах это гораздо более все легализовано. И поэтому криптовалюты, они сильно привязаны к индексам американского фондового рынка. Вот. Но сейчас происходит отвязка. То есть постепенно криптовалюты, они отвязываются. И мы часто можем наблюдать даже разнонаправленную динамику. Вот. Но это сейчас происходит не всегда. Вот. Если, допустим, меняется ставка рефинансирования в Штатах, то, если она повышается, то биткоин при отсутствии других каких-то драйверов роста, он тоже, скорее всего, будет падать. Вот. А почему может быть разнонаправленная? А если, например, фондовый рынок может расти, но банкротится какая-то криптобиржа, и теряется доверие пользователей к криптовалютам, они в целом начинают доставать свои средства из криптовалюты, и биткоин может упасть даже на фоне роста стоимости. Вообще, когда мы говорим об инвестициях в блокчейн-технологии, мы говорим об инвестициях в криптовалюту, или это понятие шире? Оно на самом деле гораздо шире. А давай прям перечислим все области. Да. Если говорить чисто про инвестиции в основные токены, то, наверное, это действительно будет наименее предсказуемый вариант инвестиций. Дело в том, что сам по себе токен, вот основной токен, там, эфириум, биткоин, он уже стал просто такой криптовалютой общей сетевой, скажем так. Но многие суперинтересные проекты, блокчейн-проекты, они работают, допустим, на блокчейне эфириума, но выпускают свой какой-то нативный токен, и вот инвестиция в это, она может быть более результативной как раз за счет того, что проект может оказаться очень интересным. То есть можно увидеть в проекте какую-то пользу реальную, которую он себе несет. Не для виртуального мира, а для физического. И даже несмотря на то, что сейчас рынки очень сильно просели, если криптопроект в себе имеет какую-то реальную пользу, то есть его нативный токен утилитарный, его можно использовать, то, скорее всего, он выживет даже вот в этот текущий кризис, и дальше он может показать достаточно существенный рост. Утилитарный можно использовать, ты имеешь в виду ликвидность, то есть его можно продать, купить? Не только это. Например, есть проекты, где пользователи получают токены в виде вознаграждения за хранение больших объемов информации у себя там на жестком диске. То есть они просто за аренду своего жесткого диска получают какую-то валюту. И поскольку сейчас количество информации у нас в мире растет в геометрической прогрессии, то это становится востребованным. То есть свободные мощности, они всегда кому-то нужны. И эти токены, они на самом деле утилитарные. Блокчейн, файлкоин. Файлкоин, да. Да, да, такая экономика. А давай поговорим, Влад, про NFT. В чем ценность его? Вот, моя любимая тема. Ну, вообще, тут есть несколько тоже таких основных направлений. Первое направление – это, наверное, NFT – отличный способ инвестирования в какого-то художника, музыканта, молодого таланта, который сталкивается с тем, что размещают свою работу на какой-то Web2 платформе. Эта Web2 платформа берет с ней комиссию. И в дальнейшем эта комиссия, может быть, даже увеличивается. И NFT здесь выступает таким способом, когда все деньги пойдут только создателю. И так вы даете ему шанс развить свой потенциал. Вторая ценность, наверное, это использование NFT как способ аутентификации куда-либо. NFT – это, получается, доказательство, что вы владеете каким-то предметом и у вас есть право доступа на что-то. И это прямо отлично ложится в какие-нибудь способы реально аутентифицировать себя, войти в какой-то сайт, на платформу, доказать, что вот я член этого сообщества, я могу это сделать, у меня есть доступ к этому. Ну, то есть это такой продвинутый логин-пароль, получается? Да, 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 да. Доступ к сообществу. Доступ к сообществу. Да, 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 да. И вот, наверное, еще третью крупную ценность, которую я выделю, это игры и метавселенные. Дело в том, что современные игры, они как работают? У вас есть какой-то там скин, какой-то персонаж, какой-то облик, но они никак не принадлежат вам никаким образом. Они хранятся на серверах компании. В любой момент у вас могут просто взять этот скин, там, облик, что у вас там будет. NFT, так как это все построено на технологии блокчейн, на смарт-контрактах, это привязано к вашему кошельку, к вашему адресу. Никто просто так не может украсть это, не забрать. И вы всегда можете быть уверены, что, играя в какую-то игру, ваш персонаж любимый, там, допустим, в каком-нибудь Варкрафте, он не удалится, не исчезнет, вы им продолжите упирать. Последний у меня к вам вопрос будет. Это про меры безопасности инвесторам в блокчейн-технологии и владельцам NFT. Давайте прямо с базовых начнем. Да, я, наверное, здесь разделю этот вопрос на два. Если говорить про меры безопасности при инвестициях в криптопроекты, вообще в блокчейн, то стоит вообще смотреть на то, что предлагает этот криптопроект. Если предлагаются какие-то огромные проценты, по 100-200% доходности годовых, то, скорее всего, это будет скам, то есть какое-то мошенничество. То есть в данном случае тоже это будет кидалово? Да, как правило, все проекты, которые предлагали огромные иксы доходности, они оказались… А какой нормальный икс будет? Ну, если говорить, например, о доходности в стейблкоинах, то есть стейблкоин – это токен, стоимость которого жестко привязана к стоимости доллара. То есть нормальный стейблкоин, он будет стоить от 99 центов до 1 доллара 1 цента. То есть его стоимость не может гулять. А доходность может составлять до 6-7% годовых. Ну, то есть как депозит вообще-то. Ну, чуть больше, чем доходность в долларах в депозитах. Не сильно, на самом деле, да. В других токенах, не стейблкоинах, она может быть выше, но вряд ли больше там 10-15%. Так, понятно. В общем, не ведемся на иксы. Да, не ведемся на иксы, на какие-то красивые показатели и так далее. Нужно действительно к этому подходить разумно. То есть инвестиции в блокчейн, они для людей, которые уже, наверное, немножко остепенились и уже понимают, что бесплатный сэрон только мышлевого бывает. А если говорить про меры безопасности именно для владельцев NFT или для тех, кто хочет их только купить, то действительно сейчас про NFT многие говорят, да. И зачастую даже какой-то хайп возникает, и люди вот на этом хайпе, они хотят купить. И бывает сложно отличить реально классный NFT-проект с какими-то NFT-энтузиастами, которые его делают. Очень сложно, потому что одна и та же картинка может стоить миллион долларов или один доллар. Да, совершенно верно. И сложно отличить от мошенников, которые хотят просто наживиться. В первую очередь, конечно, нужно хранить в секрете данные своего криптокошелька. То есть криптокошелек – это вообще, скажем так, основное средство идентификации, аутентификации в блокчейн-сети. Вот. И есть ситфраза – это такой некий мастер-ключ, на основе которого можно вывести все секретные ключи пользователя. Вот его однозначно надо хранить в секретном месте, желательно не на том же устройстве, на котором осуществляется вход в криптокошелек. Я знаю, что многие просто это где-то в книге, где-то в середине книги записывают эту ситфразу, и эта книга ездит с ними во всех путешествиях. Далее, конечно же, в NFT-мире достаточно популярен и классический фишинг, как он есть в Web2. То есть это письмо приходит якобы от какой-то официальной компании, например, от NFT-маркетплейса, как-то там OpenSea и так далее. Но оно лишь похоже на официальное. Там адрес отправителя может отличаться на одну букву, и если пользователь не заметит, он кликнет и попадет на страницу, где ему, например, предложат ввести ту же ситфразу. То есть нужно следить за тем, какие ссылки вы открываете, по каким почтовым письмам вы проходите и так далее. Дальше еще достаточно распространены случаи мошенничества, когда сотрудники какой-то компании, которая является производителем NFT или NFT-маркетплейса, под видом представителей компании связывались с потенциальным покупателем через мессенджеры. Вот это тоже лучше не делать, потому что вы никогда не можете быть уверены, что с вами действительно общается сотрудник компании. Лучше общаться через их официальный аккаунт, который, как Павел, указан будет на официальной странице. Что, спасибо, да. А можно я дополню по поводу вот этого последнего совета? Дело в том, что со мной происходили подобные ситуации, когда мне писали якобы из официальной поддержки того или иного проекта. Так как я уже был научен, прочитал несколько статей, что такое-то случается, я распознал мошенника и заблокировал его во всех сетях, в соцсетях. И на самом деле фаундеры проекта, какая-то поддержка, они никогда не пишут вам первыми. Такого нету нигде. Они даже иногда пишут у себя на странице в соцсетях, что мы никогда не пишем первыми. Если вам пишут, то значит это мошенники. Также иногда распространен случай, когда, опять же, создается фейковый аккаунт владельца проекта, фаундера. Из его аккаунта рассылаются какие-то фейковые сообщения о аирдропах. Аирдроп – это как бы раздача токенов, бесплатно, как правило. О минте токенов. Минт – это введение нового токена в оборот. То есть и все бесплатно, вот мы вам раздаем. Но на самом деле это подводка уже к фишингу. Скорее всего, там украдут ваши деньги. Так что лучше так, конечно, не делать. Спасибо большое, друзья, Влад Хирьянов и Андрей Бачурин про инвестиции в блокчейн, в криптовалюту, в NFT-технологии. Очень интересно. И вот я увидел, что Влад достаточно молод. Так выглядит, что это такая область инвестиций для очень молодого поколения. Потому что все-таки те люди, которые постарше, они все-таки мыслят более классическими категориями. То есть различные анализы рынка. А здесь совершенно другие подходы, совершенно другие инструменты анализа. Наверное, самое главное, что я вынес для себя, это не ведитесь ни в каких случаях на большие иксы, которые вам обещают. Вот та доходность, которую рассказал Андрей, все-таки это максимум десятки процентов. Это то, что можно ожидать даже в случае таких новых интересных вещей, как блокчейн-технологии. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Спасибо.